Киров и судьба астраханской обороны Ч. 2. Когда 1 июля 1919 год пал Царицин, С. М. Киров заявил, что для Астрахани это означало точка-точка-точка прекращения всякого снабжения по Волге. И в нашем распоряжении для сообщения с внешним миром и центром остается только железная дорога. Но она по своей право за способности гораздо слабее Волги, и поэтому сидеть сложа руки нам сейчас преступно. Несомненно, если мы будем сидеть, невинно сложа ручки, белогвардейцы переправятся через Волгу, подойдут к Владимировке и перережут нам ту ниточку, на которой мы сейчас держимся, железную дорогу. Возможно, что дальше этого пункта Владимировке противник не пойдет, но наше положение уже будет критическим. У нас в Астрахани много разных богатств, но нет главного, без чего нет жизни, хлеба. Запасов у нас никаких нет. С. М. Киров Одновременно с наступлением на Владимировку деникинцы ударили на Черный Яр. Сюда была брошена Астраханская дивизия генерала Савельева в составе четырех конных полков. На Янатаевскую налетел отряд белых калмыков численностью до двух тысяч сабель. Активизировался генерал Драценко. В составе его войск на фронте действовали осетинская и чеченская дивизии, каждая по три полка, до десяти отдельных пехотных и кавалерийских полков, две легкие батареи, одна тяжелая шестидюймовая батарея и отдельная конно-пулеметная команда. Начальник Астраханской конной дивизии генерал-майор В. З. Савельев От Гурьева со стороны Красного Яра вел наступление отряд уральских казаков в составе двух сотен конницы, одной роты и специального отряда кавалерии при трех орудиях и пулеметах. В районе Ханской ставки Алтата действовал отряд полковника Бородина в 1500 штыков, 510 сабель при шести орудиях и пулеметах и один бронеавтомобили. В ночь на 30 июля красные войска выбили Деникинские части из Владимировки и оттеснили их к Капустину Яру. В этом бою были уничтожены конная кабардинская бригаду, два казачьих полка и белый партизанский отряд в 500 сабель. Донесение комиссара дивизии в Реввоинсовет армии обоя под станицей Ахтуба сообщало, 20 июля С. Г. Неприятель повел наступление на СТ. Ахтуба тремя кавалерийскими полками более чем тысячу пехоты и чуть было не отрезал железную дорогу и наши бронепоезда. Командир бригады поставил перед 39-м кавалерийским полком задачу, во что бы то ни стало сбить противника. Командир полка, получив распоряжение и немедляние секунды, повел полк в контратаку, во время которой неприятель был сбит и прогнан за 7 верст от С. Владимировки. Далее преследовать неприятеля наш славный полк при всем желании не мог, так как, вследствие пятидневного непрерывного боя и преследования неприятеля на расстоянии 60 верст от С. Балфхуны, все лошади устали и дальше идти не могли, о чем командиром полка было своевременно донесено командиру бригады, распоряжением которого полк был приостановлен. В пешей рассыпной цепи славные товарищи бойцы этого полка со словами «Ура!» Смерть деникинцам и всем контрреволюционерам. Шли вперед и таким образом неприятель был прогнан еще на полторы версты, где вследствие сильного обстрела со стороны неприятеля наша цепь окопалась. С закатом солнца неприятель открыл сильный орудийный, пулеметный и ружейный огонь. Кавалерия неприятеля троекратно повела наступление, желая броситься в атаку на нашу пешую цепь, но наши славные товарищи бойцы нисколько не устрашились и открыли по наступающему неприятелю пулеметный и ружейный огонь. Благодаря самоотверженности, стойкости и преданности советской власти, проявленным как со стороны командного состава, так и со стороны товарищей бойцов, троекратное наступление было опрокинуто. Во время занятия СТ. Ахту БС. Владимировка нашими красными кавалеристами в контратаке были отбиты у неприятеля четыре совершенно новых пулемета с патронами на тачанках, запряженных лошадьми. Пулеметчики неприятеля были зарублены. Во время схватки было зарублено много кадетов и захвачено в плен около 20 белогвардейцев. В атаку полк шел храбро. Впереди полка шли командиры и военные комиссары. Возложенные на полк задачи выполнены отлично и полк заслуживает должного внимания и похвалы. В районе Лаганьи у Белых были отбиты два парохода, третий сожжен, четыре бомбомета, около двухсот винтовок и разное военное имущество. С. М. Киров в эти дни вникал во все стороны жизни армии тыла. 1 августа членом Реввоинсовета 11-й армии был назначен В. В. Куйбышев. Под руководством С. М. Кирова и В. В. Куйбышева части и соединение 11-й армии готовились к выполнению задачи, поставленной командующим фронтом М. В. Фрунзе, подготовиться к операциям Южней и Царицына если не с целью овладения последним, то хотя бы для оказания активной поддержки 10-й армии. В этот период с уральского направления из 4-й армии по приказанию Фрузе на усиление 11-й армии были переброшены части 50-й стрелковой дивизии Московская КВ-дивизия. К 12 августа части 11-й армии действовали на следующих направлениях. В. В. Куйбышев. Царевская по левому берегу Волги. Общая численность войск 2000 штыков, 500 сабель. С уральского фронта в район сосредоточения этой группы двигалась Московская КВ-дивизия силой до 1000 сабель. Царицинская ударная группа сосредотачивалась по правому берегу Волги, 1860 штыков, 810 сабель. Участок обороны железных дорог от Астрахани до СТ. Красный Кут и ветка СТ. Баскунчак Ахтуба, 2300 штыков, 450 сабель, 2 бронепоезда. Оборона дельты Волги распадалась на два участка, на западный с Кизлярским и Яшкульским направлениями и на восточный Джамбайское направление. На Кизлярском направлении действовал 268-й стрелковый полк силой 1480 штыков при 22 пулеметах, на Джамбайском группа войск силой в 1550 штыков, 370 сабель. Армейский резерв был сосредоточен в районе С. Харабали, на левом берегу Волги. Запасные и тыловые части армии были расквартированы в Астрахани. Сила запасных, тыловых и формирующихся частей армии и определялась в 3950 штыков, 450 сабель. Белые пытались овладеть районом Черный Яргенатаевск, с тем чтобы ликвидировать непосредственную угрозу Царицину, а затем, прочно удерживая район Царьева, перерезать железную дорогу Астрахань-Саратов и войти в соприкосновение со своими, действовавшими на Уральском фронте. Весь август шла ожесточенная борьба за сохранение занимаемых позиций. В устье Волги и на ее левом берегу со стороны Гурьева Белые комбинировали сухопутные операции с десантными. На северных участках Царицин, Черный Яр, Янатаевск, Владимировка, части генерала Улагая вели яростные атаки на участки железной дороги. Однако усилиями Кирова и Квабышева 11-я армия была так укреплена, что успешно сдерживала натиск и добилась решительного перелома в боевой обстановке. К концу августа, усиленная новыми формированиями, 11-я армия получила возможность перейти от оборонительных операций к наступательным. В последние дни августа командующий Туркестанским фронтом Фрунзе поставил 11-й армии задачу, сосредоточившись к 1-му сентября в районах севернее Астрахани, начать широкое наступление, и, действуя по тылам противника, способствовать 10-й армии во владении Царицином. 1-го сентября 11-я армия начинает успешное наступление. 14 октября 1919 год 11-я армия, как меньше тяготевшая к туркестанскому направлению, изымается из состава Туркестанского фронта и включается в состав вновь образованного Юго-Восточного фронта. К 1 ноября были произведены перегруппировкой новой сосредоточений частей 11-й армии для выполнения общего оперативного плана по овладению Царицинским укрепленным районом Белых. Командование фронта в директиве от 21 ноября так конкретизировало задачу – ликвидировать противника на левом берегу Р-Волге для нанесения решительного удара в обход Царицына с Юго, в общем направлении на Тингуты, одновременно с наступающей на Царицын левой группой 10-й армии. Эта же директива возлагала на 11-ю армию дополнительную задачу – развить наступательные операции в Кизлярском направлении для овладения этим районами и установления связи с Кавказской революционной армией в районе Грозного, а также задачу ликвидации противника в Джамбайском направлении, к востоку от Астрахани. Период после 21 ноября является периодом перехода всей 11-й армии на всех направлениях к крупным активным операциям. Доминирующее значение с 21 ноября постепенно приобретает правый берег Волги, так как конечной целью 11-й армии являлся обход Царицына с Юго в общем направлении на Тингуты Т.Е. С выходом частей армии значительно западнее Царицына. Увенчались успехом в ноябре действия 11-й армии на других направлениях. В середине ноября С.М. Киров занимался планом операции по разгрому частей генерала Толстого У.Б. Маячного и Новокрасного. Белые потерпели поражение и отошли в район села Б. Ганюшкино. 26 ноября в 15 часов части 11-й армии заняли село Б. Ганюшкино, а к 1 декабря прокинули противника в море. Белые были разбиты. По неполным данным, здесь были взяты следующие трофеи. 4 гидроплана, 6 орудий, 3000 винтовок, 200 тысяч патронов, 50 пулеметов, исправная радиостанция, запасы продовольствия и обозы. 49 офицеров и 1500 солдат сдались в плен. 1 декабря С.М. Киров телеграфировал В.И. Ленину о ликвидации астраханского казачества. Он писал В.И. Ленину, в течение 10-дневных боев нами взято, свыше 5000 пленных, около 6000 винтовок, 117 офицеров, 128 пулеметов, 23 орудия, 2 миллиона патронов, несколько тысяч снарядов, радиостанция, 6 гидропланов, громадные обозы и прочее. Таким образом, враги рабоче-крестьянской России потеряли еще одно звено астраханское казачество. Передовые части 11-й армии стоят уже на рубеже Терской области и скоро подадут свою мощную братскую руку горящему революционным пламенем Северному Кавказу. Член Ригвойн Совета 11-й армии И.С. Киров. В 1923 году С.М. Киров становится членом ЦК РКПП, а 08.01. 1926 год, первым секретарем Ленинградского губкома и Северо-Западного бюро ЦК ВКПП, с 1930 года С.М. Киров являлся членом Политбюро ЦК ВКПП и Президиумов ЦИК СССР, с 1933 года входя в состав тройки Ленинградской области по рассмотрению расстрельных делок антрреволюции и повстанчестве. А 1 декабря 1934 года С.М. Киров был убит Л.Николаевым, что стало поводом для начала массовых репрессий в Советском Союзе.